Привет всем! Вы на канале Велари Лайф. Наконец-то наступило долгожданное лето и наконец-то у меня дошли руки, чтобы снять видео о моих покупках с сайта Алиэкспресс. У меня собралась уже большая коробка всех моих покупок, поэтому я постараюсь сделать более-менее не сильно длинное видео, то есть комментарий буду давать очень мало. Нравится, не нравится, почему нравится, почему не нравится. Если вас что-то заинтересовало, все ссылки вы найдете внизу под этим видео. Ну что, поехали! Ну, начну с больших покупок. Я заказала себе вот такой кофейник, потому что обожаю кофе именно в этом кофейнике. У меня был маленький, он есть, но когда хочешь сделать кофе на две чашки, то вот того маленького не хватает. Поэтому я заказала этот кофейник. Он не дешевый, что-то в районе 20 долларов. Я укажу здесь цену. Но почему я заказала его на сайте? Потому что в магазине этот кофейник стоит в районе 40 долларов. И таких больших я, к сожалению, не находила. Велосипедная каска. Почему заказала на Алиэкспресс? Потому что цена раза в три дешевле, чем у нас в Канаде. Каска пришла в прекрасном состоянии. Внутри у нее мягкие подушечки. Она фиксируется по объему головы. Я довольна покупкой. Также я заказала кисти для рисования на ногтях. Сразу скажу, что я далеко не мастер. И все кисти испробовать мне вряд ли получится. Но вот эти палочки с кружочками на концах очень удобная штука. Неплохое приобретение. Следующее приобретение – это коврик для массажа ног. Честно вам скажу, ну, такая ненужная покупка. Вот эти, как бы их так, бугорки назовем, они не так уж хорошо массажируют ноги. Поэтому, ну, нет, не рекомендую. Скорее всего, не рекомендую, чем рекомендую. Также на сайте Алиэкспресс я заказала себе микрофон. Сейчас я на него пишу, поэтому показать не смогу. В чем плюсы этого микрофона? То, что он работает с фотоаппаратом, точнее, с камерой. И длина провода у него, если я не ошибаюсь, 10 метров. Обычно все микрофоны, петличные микрофоны, имеют очень короткий провод, максимум полтора метра. Если ты пишешь видео, то есть это касается только блогеров, если ты пишешь видео, как сейчас, и твоя камера находится примерно, ну, да, где-то в 8-7 метрах, то, сами понимаете, этот микрофон, находка, я очень довольна. Также очень классная находка, очень классное приобретение – это клипсы для ногтей. Для чего они? Все мы отлично знаем, что когда покрываешь ногти гель-лаком, или покрываешь ногти лаком с блесками, то он очень трудно снимает. Вы смачиваете ватку, жидкостью для снятия лака, одеваете, вот так вот ходите, и через некоторое время снимаете. Очень удобно, мне очень понравилось. Обычно ходишь так вот, расставив руки, и боишься, чтобы эта ватка не упала. Короче, ребята, вот это, это я приспособление для ногтей, очень даже рекомендую, смешных денег стоит. Я взяла сразу себе и на руки, и на ноги. Также я заказала вот такой набор расчесок. Если честно, весь набор не нужен. Ну, лично мне не нужен. Мне нужна была вот эта расческа с металлическим кончиком, но одной расчески не было, пришлось заказать весь набор. Почему весь набор, потому что одна такая расческа у нас стоит порядка, ну, короче, одна такая расческа стоит у нас дороже, чем весь вот этот набор. Ну, вот так вот. Рекомендую, не рекомендую, девчонки, я не знаю. Большинство расчесок уйдет на расчесывание кукол. Также я заказала вот такую, ну, лопаточку, давайте это назовем, для маникюра, их пришло аж три штуки. Честно говоря, три штуки не нужно, они три штуки одинаковых. Металл настолько серьезный, что навряд ли она поломается, но три штуки, короче, пришло вот так. Также в этот раз была сумка. Что хочу сказать? Сумка сделана некачественно. Очень дешевый материал. Если бы я ее увидела живьем, не заказала бы никогда в жизни. И когда я ее получила, я была уверена, что отдам ее дочери. Но благодаря ее расцветке, она идеально подходит под любую одежду. Поэтому, как это ни странно, я ее ношу. Но сумка одноразовая к концу лета, она однозначно отрепается по бокам. И, ребят, я качество плохое не рекомендую. Также я заказала бьюти-блендеры. И я неоднократно слышала, что нужно пользоваться только фирменными бьюти-блендерами. Девочки, у меня сейчас фирменный бьюти-блендер. Он также изнашивается быстро, как и дешевый китайский. Поэтому я считаю, что нет смысла тратить порядка 7 или 10 долларов на бьюти-блендер фирменный. Если можно за, господи, я не знаю сколько, 2 доллара вроде бы купить 4 штуки. То есть я рекомендую, может быть, не обязательно вот этот, но я рекомендую все-таки китайские. Китайские дешевые бьюти-блендеры. Также у меня есть набор штампов. Мастера маникюров знают, что сейчас это актуальная техника нанесения рисунка. Когда вы выбираете для себя рисунок, наносите на него лак, вот так вот снимаете излишки, наносите на штамп, а потом наносите на ноготь. В этот набор входило 10 рисунков штампов и один штампик и одна, как это так назвать правильно, то, что убирает лак с пластины. Но девочки, которые, девочки мастера маникюра говорят, что вот этот штамп можно выбросить сразу, потому что он здесь очень твердый, и когда наносишь рисунок на ноготь, ты не видишь, куда ты его наносишь. Поэтому я дополнительно заказала вот такой штамп с силиконовой подушечкой. Когда вы наносите рисунок, вы через вот это пластиковое, назовем это окошко, вы видите, куда вы наносите. И подушечка намного мягче и лучше наносится, аккуратнее наносится. Ну, наконец, я уже подхожу к концу. И еще пару приобретений. Это вот такой фонарик на велосипед, чьего плюсы тем, что он издает звуки. И он, конечно, светит, мигает вот так вот и просто светит. Водонепроницаемый, он очень хорошо крепится, потому что здесь силиконовая подушечка и, ну, недорогой. Также еще очень интересное приобретение и находка для меня – это вот такие пластиковые типсы. Чем они интересны для меня? Тем, что я имею огромное количество лаков для ногтей. Я уже, честно говоря, даже забыла, какие цвета у меня есть и какие лаки у меня есть. Поэтому я подсмотрела у одного бьюти-блогера, которая рассказала, что вот эти типсы она использует для того, чтобы нанести все свои лаки для ногтей. И когда ей хочется сделать цветные ногти, например, то она выбирает, благодаря, ну, с помощью этих типс, какие лаки идеально подходят друг к другу. Ребята, это действительно очень классно и очень удобно. Здесь 50 типс, и мне, если честно, их не хватило, я заказала еще одни, потому что на все мои лаки не хватило. Когда я перебрала все свои лаки, я даже нашла дубли. Я думала, что у меня не дублируется цвета, оказывается, дублируется. Поэтому плюс этого приобретения еще в том, что я перебрала все свои лаки. То, что негодное, выбросила, слава богу. То, что годное, нанесла сюда. И я теперь знаю, какие у меня цвета есть и могу их микшировать. Ну, вот и все, мои дорогие. Наконец-то я сделала видео о своих покупках с Алиэкспресс. Как я сказала ранее, все ссылки вы найдете внизу в описании под этим видео. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до новых видео. Пока!